Приветствую дорогие друзья! Армия это такое место, где особо не важно, кто ты и кто твои родители. Впрочем, это сейчас в армию идти не желают многие, а уж те, у кого родители при деньгах и вовсе защищены от неё. Они прекрасно знают, что родители сделают всё, чтобы любимое чадо выкупить. Очень много спрашивают про службу в армии, отвечаю, что вообще всё в жизни начинается с умения говорить нет. Но в советской армии всё было с точностью да наоборот. В армию большинство пацанов идти желало, и если у тебя родители в чинах, то они уж точно не могли допустить, чтобы их любимое чадо откосило от службы в армии. И вот, попав в советскую армию, все пацаны неожиданно становились родными. Вчерашний хулиган и сын дворника делил кровь, находился в одних и тех же условиях с сыном директора кинотеатра, к примеру. Само собой разумеется, между парнями в мужском коллективе обязательно случались стычки. Хотя всё это обычно жёстко отслеживалось и незамедлительно каралось. Так кого же больше всего не любили советские солдаты в своих рядах? На первом месте были столичные жители – москвичи, киевляне, меньчане и так далее. Естественно, первое время столичные штучки, которые в массе своей были более избалованные и образованные, ставили себя выше всяких там деревенских парней. Конфликт города и деревни, который был обычен для гражданки, имел место и в советской армии. Впрочем, ребята быстро притирались друг к другу. Как говорится, совместный труд облагораживает и приучает к покорности. А тяжёлые и изнурительные тренировки никак не способствовали ссорам. Тем более, что ссоры эти наказывались. Не любили советские солдаты-славяне иногда и представителей кавказской или азиатской национальности. Особенно много было проблем с жителями отдельных сёл. А если они ещё и земляками были, то тогда вообще было совсем нехорошо. Объединённые по принципу родового землячества кавказцы и азиаты могли разобраться с любыми дедами. Хотя, судя из рассказов моих знакомых, которые служили в 1970-80-х годах, солдаты недолго терпели все эти местные якудзы. В итоге они объединялись и устраивали этим землячеством тёмные. В итоге всё заканчивалось обычно мирным и дружеским сосуществованием. Хотя иногда случались эксцессы. В лучшем случае земляков раскидывали по разным частям. В худшем они могли и нож под ребро засадить, как их учили отцы и деды. Кстати говоря, таким образом иногда заканчивались и конфликты между солдатами, никогда не связанными узами землячества. Например, отец моего друга, служивший в армии в 1970-х годах, не стал терпеть издевательств от дедушек и ночью приставил нож к горлу одного из них, сказав, что ещё один наезд и дедушки могут уже не проснуться. После этого он загремел в дисбат, но после выхода оттуда деды больше его не трогали. Таких товарищей-одиночек в армии тоже очень не любили. Лично для меня вообще остаётся тайной, как отца моего друга в армию забрали. Он реально с головой не дружил и мог бы и из автомата всех перестрелять. Ему потом, даже после службы в армии, разрешение на охотничье оружие не выдали. Если вам есть что добавить о службе в армии, тогда пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok